Если въедут в вас, то вы все равно лучше не показывайте страховку. Вам дадут штраф 800 рублей, и вы поедете в страховую дневнику, получаете выплату. А если сами влетите, то вы тоже сами. Пересчитывая деньги, молодой человек, представившийся страховым агентом, рассказывает об отличиях дешевого полиса ОСАГО от уже привычного. Блан к нам обошелся в 2000 рублей. В него вписали наши данные. У нас такая конспирация. Зачем? Почему не пускаете к себе? Правда, в офис не пригласили, а попросили подождать на улице, пока будут заполнять документ. По телефону перед встречей рассказали условия страхования. Договор мы заключили на год. К управлению допущено неограниченное количество человек. И все это за 2000 рублей. Страховщик известная компания Ресса Гарантия. Вот только сумма в полисе другая. 11 504 рубля. Проверяем бланк по базе Российского союза страховщиков. Дата отгрузки полиса московской топографии. Визуально отличить этот полис от настоящего практически невозможно. Даже защитные элементы документа выполнены идеально. Это ныряющая сплошная линия с обратной стороны. Вот она идет. Прерывистая сплошная линия. Нанесена с помощью серебряной краски. Когда мы посмотрим с обратной стороны, с лицевой, с обратной стороны, она линия должна быть сплошная. Также отличительной особенностью являются водяные знаки, присутствующие по всему полису. Идут РСА. Едем в страховую компанию Ресса Гарантия, чья печать стоит на бланке. В офисе фирмы узнаем новую удивительную для нас информацию. Бланк с таким номером есть. Он действителен. Правда, находится он в Ярославле. У нас же в руках чистой воды подделка. Лучше все-таки проверить действительность этого полиса на сайте РСА или по компании. Если вы проверили, и действительно этот полис существует, то тогда можно приобретать, но вы должны понимать, что приобретается он за адекватную цену, которая сейчас существует на рынке. Но не за 2000 рублей. Средняя цена полиса обязательного страхования для автовладельцев сейчас около 8000 рублей. С дороговизной и связывают рост фальшивок в стране. Бланки с апреля этого года подорожали на 40%. По данным полицейский, каждый седьмой водитель ездит с подделкой или вообще без страховки. Юристы предупреждают, что это большой риск. Непосредственно человек, который продает эти полисы, грозит уголовной ответственности. То есть за мошеннические действия. Если человек попал в ДТП, и у виновника ДТП оказался непосредственно полис данного образца, допустим, который будет признан при экспертизе, соответственно, недействительным, соответственно, тому человеку, который попал в ДТП, то есть невиновник, соответственно, ему придется взыскивать непосредственно самого виновника ДТП, потому что никто ему этого не возместит. Никаких выплат точно не будет, а еще и уголовная ответственность, если вы осознанно купили поддельный бланк. Всероссийский союз страховщиков в ближайшее время намерен заблокировать и сайты, торгующие липовыми бумажками. Усилить контроль за полисами ОСАГО намерены и полицейские. Они будут проводить специальные рейды, проверяя бланки по базе данных. Если выяснится, что обязательного документа у вас нет, то выпишут штраф в 800 рублей. А вот за подделку, напомню, грозит уголовная ответственность. Юлия Камлякова, Вячеслав Казаков, Алексей Егоров, Афонтова. Новости.